Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлипов. Не так давно в одной из наших программ я вспоминал слова Ленина о том, что важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. О кино мы уже с вами говорили в этом году. Вот теперь наступила очередь цирка. И гостем нашей сегодняшней программы является народный артист России, академик Национальной академии циркового искусства России, член Союза цирковых деятелей России, руководитель конного аттракциона «Кубанские казаки» Юрий Мирденов. Здравствуйте, Юрий Петрович. Я больше чем уверен, что этот вопрос вам уже задавали и задавали его не раз. Но для нашего региона, мне кажется, имеет особое значение. Почему аттракционно называются «Кубанские казаки»? Почему именно это название, а не какие-нибудь там «Уральские», «Запорожские» или «Ростовские»? Да, я понял, я понял. Вы знаете, я начал джигитовку работать в Трупе Алибек. Это в 51-м году 15-летним мальчишкой. Потом, значит, спустя 10 лет я уже окреп стал, уже самостоятельно мог работать, и мне предложили создать азербайджанские джигиты. Они цирк построили новый, а не было комного номера у них. Ну, предложили мне, я поехал и сделал им этот номер. Вот, после этого я начал думать, а руководитель мой сказал, вы знаете, что азербайджанцы, говорят, сами по себе народ хороший, все, но это не джигиты, чтобы заниматься джигитовкой. Поэтому тяжело тебе будет с них делать джигитов. Ну, я-то сделал, номер получился, все нормально, 10 лет этому номеру, этот номер просуществовал. Вот, а потом я задумался, думаю, ну-ка, давай-ка, все-таки, кто же джигитон может быть настоящий. И я, значит, вот смотрел, значит, и картины, и «Железный поток», и Серамифович написал, значит, это. Короче говоря, я решил, что самые отважные, и самые храбрые, и самые хорошие наездники – это казаки. Ну, и я взялся делать казачий номер, сделал конный номер, аттракцион «Кубанские казаки». Вот, и он, когда я выпустил, спустя, значит, несколько времени, он стал лауреатом, потом международным лауреатом, и потом все, 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 что есть, титулы везде он захватывал и выхватывал. Настолько, значит, номер получился хороший. То есть, получается, Краснодарский цирк, вот то здание, которое есть в городе Краснодаре, это для вас родной цирк? Конечно, мы в 75-м году в этом цирке начали репетировать. Была директриса очень знаменитая была она, бывшая артистка. Она, значит, помогла в создании этого конного номера, вот. И была в то время, значит, начальник управления культуры Шапира Мария Михайловна, вот. Вот, у которой я был, разрешение, значит, взяли, добро нам дали и благословили, и мы сделали и выпустили. Шикарный он. И он стал везде садиться. Мы с ним объездили почти весь мир. Где хотите, скажите, мы были уже. А вот сейчас приехали в Краснодар. Я прекрасно понимаю, да, что всегда, когда вот возвращаешься, мне кажется, должно екать сердце. Вот когда вот приехали, долго не были, открывается дверь, вы заезжаете во двор Краснодарского цирка. Сердце екает или нет? Это не то слово. Оно настолько екает, что говоришь, ну вот, наконец, я приехал домой. Понимаете, потому что все-таки в другое здание, в любом городе, это как близок, ну чужой. А сюда приезжаешь, это свое, вот, нараспашку все, и будь здоров. Поэтому, значит, мы вот приехали, сделали несколько выступлений, вот. И дней через 15 закончим уже. Опять же, я все про дом пока, если позволите. Вот ты, когда приезжаешь домой, там, я не знаю, после отпуска или после, там, долгой поездки, особенно если дома кто-то жил еще, да, вот, пока тебя не было. И ты приезжаешь такой, смотришь, так, вот здесь картина появилась, вот здесь вот разбили вазу, вот здесь вот. Вот вы замечаете эти изменения в родном для вас Краснодарском цирке? И в какую сторону, на ваш взгляд, изменения в последнее время происходят? Вы знаете, конечно, я заметил, в последнее время, я имею в виду месяцев 5-6 изменения получились. Почему? Потому что очень-очень уютные гардеробные стали, чисто, аккуратно, манеж привели в порядок, лошадки бегают со скоростью, ничего не признают, им это такое удовольствие. Понимаете, вот, конюшня, тогда вообще все лошади получили люксовские номера, каждого отдельности, свободно ходит, валяется, что хочешь. Нету, который, знаете, на растяжке туда-сюда, и он стоит, как этот самый, нет. Все свободно, все хорошо. Молодцы, успеха и дальше. Лошадки бегают, вы сказали. Мы были на репетиции буквально вот вчера, как они бегали, сняли сюжет. Давайте посмотрим, как это происходило, потом вернемся к нашему разговору. Попрошу. Круглая вертушка – один из самых сложных трюков в программе этого представления. Чтобы довести до совершенства какой-либо элемент джигитовки, требуются недели тренировки. Ножницы, колонна, гармошка – тоже название приемов конного аттракциона. Когда смотришь представление, создается впечатление нереальности происходящего. Кажется, что наездники силой своего таланта преодолевают законы физики, чтобы удивить зрителя. Подобного представления нет нигде в мире. Программа «Кубанские казаки. Достояние и гордость российского цирка». Единственное в своем роде представление бесстрашных наездников было придумано на этой самой Краснодарской арене в 1975-м Юрием Мирденовым. С тех пор этот номер увидели не только жители всей России, но и 30 стран. Уникальное в своем роде представление захватывает внимание зрителей на протяжении 40 лет. Секрет прост. Артисты не устают удивлять своим мужеством, смелостью, настоящей казачьей удалью, а главное – колоссальным трудолюбием. Если кто соблюдает все эти правила репетиции и труда по-настоящему, вкалывает, тогда все получается, и зритель, конечно, ходит. Ведь публику не обманешь, сейчас же время интернета. Люди видят по интернету все, что угодно. И, естественно, когда люди приходят в цирк, то им надо показать какие-то такие достижения цирковые, чтобы удивить их. И, естественно, я очень довольна, когда мы слышим крики «Браво!» и публика встает. И, естественно, для нас это вот самая высшая награда. За четыре десятка лет состав труп поменялся несколько раз. Сейчас кубанские казаки – это молодые парни-акробаты, для которых номер стал больше, чем просто работой. Для меня это жизнь. Я уже живу цирком. Я люблю свою работу. Здесь самая лучшая школа джигитовки. Здесь чистота, здесь правильность движения. Здесь учат быть артистом. Главное – не бояться. Очень важно тоже. Надо просто делать, слушать и делать то, что тебе говорят. Вот, в принципе, и всё. А главная гордость легендарного циркового проекта – это, конечно, породистые скакуны. В основном это чистокровные орловские рысаки. Отбирают их исключительно на российских конных заводах. Артисты говорят, что работать с лошадью – одно удовольствие. Особенно, когда с животным налажено полное взаимопонимание. А два артиста цирка действуют как одно целое. Чтобы научиться делать самый простой трюк, потребуется не один месяц. Но здесь важна даже не техника исполнения. Главное – найти общий язык со своим напарником. В Краснодаре легендарное экстрим-шоу покажут лишь несколько раз. А кроме трюкачей-наездников, горожане смогут увидеть и другие не менее интересные номера. В обширной программе цирка – дрессированные олени, дикие кабаны и сибирские хаски. Сразу возникает вопрос. Лошади чудные абсолютно. А что сложнее найти? Найти артиста, человека, который будет выступать в шоу, или найти лошадь, которая вместе с артистом будет выступать в шоу? Вы знаете, конечно, сложнее найти лошадь. Сложнее найти почему? Потому что Манеж любит все прекрасное и хорошее. То есть, поэтому нужно смотреть текстерьер лошади, ее характер, как она подается к дрессуре. Все это надо чувствовать и знать. Знаете, большая сложность, когда едешь на конзавод, выбираешь лошадь, то я вам скажу, что нету возможности, чтобы взять, раздеться, попробовать, Манеж, туды-суды, попрыгал, это, о, хорош пойдет. Нет, вот просто выведут тебе его, на корде могут ее по кругу пустить. То есть, ты смотришь на нее и уже свои выводы делаешь, понимаете ли. Но это мало для этого. Иногда это и 100 стреляет, а иногда 80% ты только можешь выстрелить. И что тогда? А что тогда? С лошади придется расстаться? Я вам скажу, что происходит. Конечно, мы все равно пускаем в работу, делаем, но уже на ней сложно. Здесь своя техника. Вы понимаете, вот она идет правой ногой, задняя, вперед. Нам это не подходит, это грубый голубь, понимаете. Нам только левый, спокойно. Вот. Если она будет и изъять ее, тоже бывает сложно. Иногда быстро, иногда понимает лошадка, а иногда ничего ты не сделаешь, понимаете ли. Ну и каждые свои вот такие вот нюансы есть, их тяжело искренять. У нас тоже такое бывает, когда подходит время рекламы, ничего ты не сделаешь, обязательно ее нужно выдать, прервать разговор, но мы обязательно к нему вернемся сразу после рекламного блока. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о цирке, мы сегодня говорим о конном аттракционе «Кубанские казаки». Юрий Петрович, вот мы с вами поговорили, да, как вот начиналось, почему «Кубанские казаки». Но вот здесь я все-таки отношу себя к поколению еще советскому, потому что воспитывался в той системе. И мы тогда привыкли ведь, что у нас самая лучшая армия, самый лучший балет и самый лучший цирк. Вот этот вот самый лучший цирк, он сейчас уже в современной России, да, он остался, мы, самый лучший в мире, я имею в виду. Мы можем гордиться своим цирком, выезжая за границу, и говорить нашим иностранным друзьям, а вот вы наш цирк посмотрите, и тогда поймете, почему у нас великая страна. Конечно, конечно, мы и сегодня выезжаем, гордимся, и наш сегодня берут, и нас, на нас, ну, импресарио все очень-очень, по несколько раз даже берут. Почему? Потому что какую-то прибыль мы им даем. Вот. И я скажу, что у них тоже есть хорошие номера. Ругать их нельзя. И нам тоже надо, можно к чему, кое-кому-то поучиться. Присмотреться. Вот. Но в основном, конечно, мы их всегда на колени ставим. А чем тогда отличаются зрители, не знаю, в Европе или в той же Японии, где вы достаточно много работали, от зрителей в нашей стране? Ну, я не знаю, я Краснодар сейчас не буду брать вот так локально. Возьмем всю нашу страну. Вот зарубежный зритель и наш, чем отличаются, на ваш взгляд? Ой, ну, вы знаете, смотря какая сторона, потому что есть темпераментные... Те же испанцы? Испанцы. Итальянцы. Возьмите Южную Америку. Возьмите Южную Америку. А Северная Америка. Это вообще я никогда не думал. Мы когда, значит, выскочили работать, выскакиваем, пулеметная тачанка у нас, сзади пулемет, тут с шашками рубка, значит, идет лозы рубка, стрельба идет в мишень. Когда это увидали все, американцы, они стоя, встали ногами, они свисты ноги, это все. Самые вот как на стадионе забьют мяч, вот это было, значит, в Америке. Ну, а, конечно, все вот южные такие страны, те вообще темпераментные, тоже самое, значит... А у нас? У нас, да у нас, я вам скажу, что, наверное, у нас везде хорошо. Почему? Потому что наш народ привык и любит цирк. Вообще искусство у нас любит, поэтому наши зрители принимают хорошо везде. Есть еще одна тема, о которой я хотел бы поговорить, но чуточку позже подведу к этой теме вопросом о том, а не тяжело ли ведь вся жизнь у вас получается? Вот вы сказали, в 15 лет вы попали первый раз в цирк. Это был Владикавказ. Да. Потом ездили в одну из республик. Потом в Краснодар и дальше гастроли. А тяжело вот так вот все время на колесах, все время в переездах. И вообще есть такое место, которое вы называете домом. Где этот дом? Вот куда вы приезжаете, говорите, я приехал домой. Не в гостиницу, не, не знаю, там, в отель или что-то еще. Где этот дом? Ну, я вам скажу, артист цирка, да он как цыган. Те же самые правила. Сегодня здесь, завтра там. А еще, получается, и лошадей воруете. И лошадей, да. С учетом аттракциона. Лошадей воруем как? Приезжаем, начинаем клянчить на концзаводе. Отдайте подешевле. Итак, артист цирка как цыган. Но ведь мне кажется, это тяжело или к этому привыкаешь? Ну, я вам скажу, что в молодости как-то не обращаешь внимания, и оно проскакивает, и наоборот удовольствие какое-то. Приезжаешь в новый город, идешь туда, смотришь, сюда смотришь. Ну, интересно города познавать, и страны, если едешь за рубеж. А потом уже, когда становишься взрослым, и проработаешь лет 20-30, а потом уже и уходить не хочется. Привык, и все. И все-таки, где дом? Ну, дом, наверное, все-таки у нас в Краснодаре. Здесь? Да. То есть, я понимаю, что вот эти сегодняшние гастроли, вот этот приезд, он совершенно не случайен, потому что я знаю, что у вас будет юбилей. Вот буквально на этой неделе, в пятницу. Шестого. Будет юбилей, это будет какое-то особое представление, или то, что будет происходить в этот день в цирке, для вас тоже будет сюрпризом? Ну, видите ли, будут, и сюрпризы тоже будут, ну, и многие мои друзья, коллеги, и театралы, и эстрадники тоже, значит, готовятся и с удовольствием примут участие в моем. Я могу сказать ваш возраст? Да. 80 лет вам исполнится. Я просто, мы долго думали, да, поздравлять, не поздравлять, заранее не поздравляют, есть такая примета, но вот с наступающим мы вас поздравляем, это само собой. Спасибо, спасибо. А вот 80 лет, это все-таки довольно такой возраст солидный, а вы сейчас на лошадь-то садитесь, самому не хочется выйти, поскакать, вертушку сделать, вот как? Я вам скажу, каждый божий день по сегодняшний день с 51-го года и по сегодняшний день я пока не съезжу, все время не было перерыва. А вертушку? Ну, вертушку мы не сделаем уже, конечно, засмеет зритель, но, так сказать, выехать еще можем. Я же прекрасно понимаю, что когда вот такая большая труппа, когда у тебя в аттракционе там не одна лошадь, а их несколько, наверняка ведь есть любимчики, есть ли у вас сейчас какая-то любимая лошадь, может быть, не одна, может быть, две, и, как бы это правильно сказать, а получают ли они какие-то бонусы, потому что являются любимой лошадью руководителя конного аттракциона? Ну, конечно, конечно, служащая обслуга вся, значит, мою лошадь, а не, значит, о, аккуратно, а, сюда, да не дай бог это, да вы чего-то, значит, пошире станок, значит, моей лошади, орден ее кличка, какие-то морковочки лишние тоже сюда кидайте. Так перекормить может, растолстеет. А что, а что нужно? Какими качествами должна обладать лошадь, чтобы стать любимчиком Юрия Мирденова? Да, вы знаете, качества, я вам скажу, что простые качества, они простые, у нас слишком много, мы не требуем с них, почему? Потому что это джигитовка, лошадь бегать только должна, больше ничего, а если, значит, свобода дрессура называется, высшая школа верховой езды, это, здесь нужно уже, конечно, много работенки, чтобы, значит, она и ножки поднимала, и танцевала, и вальсетики делала, и туда, и сюда, и пятая, и десятая, вот. А джигитовке менее сложно. Ну что ж, спасибо большое, Юрий Петрович, что вы пришли, ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, вы знаете, прежде чем попрощаться, я когда готовился к этой программе, вот так вот, совершенно случайно, общаясь со своими друзьями, столкнулся с ситуацией, при которой выяснилось, что среди моих знакомых есть люди, которые либо вообще ни разу не были в цирке, либо, если и были, то были очень-очень давно. Мне кажется, вот этого допускать нельзя, потому что цирк – это все время праздник, это такое ощущение детства, от которого до старости ты никогда не избавишься. Так что давайте ходить в цирк, давайте получать удовольствие, давайте, в конце концов, возвращаться в детство, если мы взрослые, или подарим детство нашим детям, потому что без этого настоящего детства не бывает, я имею в виду, без цирка. Гостем нашей сегодняшней программы был народный артист России, академик Национальной академии циркового искусства России, и член Союза цирковых деятелей России, руководитель конного аттракциона «Кубанские казаки» Юрий Мирденов. Еще раз большое спасибо, с наступающим у вас праздником. Спасибо большое. На сегодня это все, увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok